Письма с фронта оказались в руках рязанского журналиста Александра Анитова. Он двоюродный брат моей бабушки. Все 150 писем хранились в такой картонной коробочке у нас дома. Из поколения в поколение они передавались. И в какой-то момент я решил их как-то разобрать, перебить на компьютер, отсортировать. Совершенно случайно это совпало с интересом другого рязанского журналиста Евгения Баранцева, который занимается историей Великой Отечественной войны. Просто в письмах и у родителей Арсения не было никакой информации от официальных источников, ни от военкомата, ни от госпиталей, ниоткуда. Похоронки на него не было. И было только последнее письмо, которое пришло из Беломорска, с берега Белого моря. По почтовому номеру Евгений Баранцев сумел выяснить, куда Арсений со своим полком попал. Нашлись документы, подтверждающие, что младший лейтенант выбыл по ранению в госпиталь 10 октября. С 9 на 10 число в тех краях как раз произошел кровопролитный бой, в ходе которого, скорее всего, и был ранен рязанский парень, после чего его след потерялся. Здесь документальные эпизоды сочленяются с художественными, с реконструкциями событий времен войны. Путь главного героя Арсения Блаконравова проходится как бы в двух исторических параллелях. В параллеле сегодняшнего дня, расследования, которые ведут журналисты, и в параллеле 41-44 годов, когда показывается сам жизненный путь Арсения. Для документальной игровой ленты авторы книги придумали сюжет, в котором художественный прототип Арсения актер Вячеслав Журавлев повторяет фронтовой путь главного героя. Не было чувства, что где-то это додумано, докручено, чуть более героизировано, романтизировано. Нет, то есть реально как будто ты читаешь про своего друга, про своего товарища, который жил на соседней улице. Это был человек очень тонкой и душевной натуры, который попал в очень суровые, жестокие, такие вот черные обстоятельства. Но даже находясь там, он все равно думал о своих родителях, он не писал им, что мне тут плохо, а он писал им, я вот сходил в поле, набрал цветов, у меня все хорошо. Вместе с ним уже в наши дни дорогами войны.